и нарицается именем молитвы, и под этим именем сводится воедино. Будешь ли разуметь различные чтения или глаз-уст словословие Богу, или заботливые печали о Господе, или телесные поклоны, или псалмопение, или все прочее, из чего составляется весь чин подлинной молитвы, от которой рождается любовь Божия, потому что любовь от молитвы, а молитва от пребывания в уединении, в уединении, имеем мы нужду для того, чтобы нам была возможность удобнее беседовать с Богом. Храни себя от самомнения во время добрых в тебе изменений. Немощь твоя и невежество свое в рассуждении тонкости этого самомнения рачительно открывай Господу в молитве, чтобы не быть тебе оставленной, не искуситься в чем-либо срамном, потому что за гордостью, следует блуд, а за самомнением – обольщение. Когда на одну сторону положишь все прочие дела подвижнические, а на другую – молчание, то найдешь, что оно перевешивает на весах. Много советов у людей, но когда сблизится кто с молчанием, излишним будет для него делание хранения их, и излишними окажутся прежние дела. И сам он окажется превзошедшим эти делания, потому что приблизился к совершенству. Пусть у тебя всегда берет перевес милостыня. Наше милосердие пусть будет зерцалом, чтобы видеть в себе самих то подобие и тот истинный образ, какой есть в Божьем естестве и в сущности Божией. Сердце жестокое и немилосердое никогда не очистится. Человек – милостивый врач своей души, потому что как бы сильным ветром из внутренности своей разгоняет он омрачение страстей. Это по евангельскому слову жизни – добрый долг, данный нами в заем Богу. «Когда приближаешься к постели своей, скажи, и в эту ночь, может быть, ты будешь мне гробом постели. И не знаю, не придет ли на меня в эту ночь вместо сна временного вечный будущий сон. Поэтому пока есть у тебя ноги, иди след делания, прежде нежели связанные узами, которых невозможно будет разрешить. Пока есть у тебя персты, распни себя в молитве, прежде нежели пришла смерть. Пока есть у тебя глаза, наполняя их слезами, прежде нежели покрыты они прахом. Как роза едва подует на ней, ветер увядает, так если внутри тебя дохнуть на одну из стихий, входящих в состав твой, ты умрешь. Положи, человек, на сердце своем, что предстоит тебе тотчас отшествия, непрестанно говори себе. Вот у дверей уже пришедший за мною посланник, что же я скажу? Переселение мое вечно, возврата уже не будет. Кто любит собеседование со Христом, тот любит быть уединенным, а кто любит оставаться со многими, тот друг мира сего. Если любишь покаяние, люби безмолвие, ибо вне безмолвия покаяние не достигает совершенства. Если любишь безмолвие, матерь покаяния, то с удовольствием возлюби и малый телесный вред, и укоризны, и обиды, какие палятся на тебя за безмолвие. Приверженность к безмолвии есть непрестанное ожидание смерти. Кто без этого помышления вступает в безмолвие, тот не может понести его, что неизбежно сопряжено с этим образом жития. Будем любить безмолвие, пока мир не умерщен в сердцах наших. Будем всегда памятовать о смерти и в этом помышлении приближаться к Богу сердцем своим. И презренными соделаются для нас мирские удовольствия. Один из безмолвников говорил, я подвязаюсь к безмолвию для того, чтобы услаждались для меня стихии при чтении и молитве. И когда от удовольствия при уразумении их умолкнет язык мой, тогда, как бы во сне каком, прихожу в состояние сжатия чувств и мыслей моих. И тогда, когда при продолжительности этого безмолвия утихнет сердце мое от мятежа воспоминаний, тогда посылаются мне непрестанно волны радости внутренними помышлениями, сверхчаяния, внезапно приходящими к услаждению сердца моего. Девяносто. Другой же говорил, безмолвие отсекает предлоги и причины к новым помыслам. И внутри стен своих доводит до обветшания и увядания воспоминания предзанятыми нами. И когда обветшают в мысли старые вещества, тогда ум, исправляя их, возвращается в свой чин. Иной еще говорит, «Избери себе делание усладительное, непрестанное бдение по ночам, во время которого все отцы совлекались светхого человека и сподобились обновления ума. В эти часы душа ощущает ту бессмертную жизнь, и ощущением ее совлекается одеяние тьмы и приемлет в себя Духа Святого». Еще. Чувства эти внешние подчинит власти души невозможно подчинить без безмолвия и отчуждения от людей, потому что разумная душа была существенно соединена и сопряжена с этими чувствами ими и своими, под впечатлением их помыслами невольно увлекается, если человек не будет бодрствовать в сокровенной молитве. Как от семени пота постов произрастает колос целомудрия, так от сытости, похотное сжение, от пресыщения нечистота, при алчущем и смиренном чреве никак не проникают в душу срамные помыслы. Как просветляется красота твоя целомудрия возлежанием на голой земле, трудом олкания, отъемлющего сон, злостраданием плоти, которая при воздержании от язвы между ребрами и чревом делается подобной глубокому рву. Всякая пища, приемлемая нами внутрь, всякое упокоение плоти образует в нас срамные представления и безобразные мечтания, и они, порождаясь, раздражают нас к тайному склонению к делам срамным. А пустота чрева и мысли наши делают странную пустыню, пустынную страной, нетревожимую помыслами и безмолвствующую от всех мятежных помыслов. Некоторые нужные указания безмолвствующему. 95. Если во время разных служб бываешь по возможности далеким от парения ума и внезапно пресекается то стих на языке твоем и на душу твою налагает такого молчания без участия твоей свободы и последует это за долговременным пребыванием на безмолвии, то знай, что ты в безмолвии своем простираешься вперед и что кротость начала в тебе углубляться и во простое безмолвие вправду достойно осуждения. Если примещаешь в душе своей, что при каждом возникающем в ней помысле, при каждом припамятовании, и во время созерцания, какие бывают в безмолвии твоем, глаза твои наполняются слезами и слезы без принуждений текут по ланитам твоим, то знай, что начало совершается перед тобой отверстие преграды на разорение сопротивных. Если находишь в себе, что по временам мысль твоя без предварительного о том промышления, примышления вне обычного порядка погружается внутрь тебя и пребывает в этом состоянии около часа или сколько-нибудь времени, а потом примещаешь, что мир царствует в помыслах твоих и то же самое повторяется с тобой всегда, то знай, что облако начало приосенять скинию твою. Если же, когда вступишь в дело сие, не обретаешь мира от тревожащих себя страстей, то не дивись, если недра мира по удалению от него лучей солнечных надолго остается темным, так же запах, врачесый аромат мира, разливающийся в воздухе, пребывают немалое время, прежде, нежели рассеются, исчезнут, то тем более страсти, подобно псам, привыкшим лизать кровь в мясной лавке, когда не дают им обычно пищи, стоят и лают, пока не сокрушена будет сила прежнего их навыка. Когда же, простираясь от их вперед, то следующие ясные признаки найдешь близкими в душе своей, будешь укрепляться во всем надеждой, обогащаться молитвой, не оскудеет никогда в уме твоем служащих, пользуясь всякий раз, когда встречаешься с людьми, ощущаешь немощь естества человеческого, каждый такой случай будет охранять тебя от гордыни. Недостатки ближнего сделаются недостойными внимания в очах твоих, вожделеешь ты выйти из тела этого с таким же желанием, с каким стал бы пребывать в будущем веке, о всяком скорбном приключении, встречающемся с тобой явно и тайно найдешь, что по справедливости и по суду приближилось к тебе все сие и принесешь за то благодарение Богу. Страсти приводятся в движение или каким-нибудь образом, или чувством без образов и памяти сначала без страстных движений и помышлений, которые потом производят раздражение. Всегдашнее бдение с чтением и вслед за оном частой поклоны не замедлит рачительным подать благомирное устроение сердцу. И кто обрел его, тот обрел этими именно средствами. Желающие снова приобрести его, имеют нужду пребывать в безмолвии, о месте и в делании сказанного. Прежде всего, им надо ни к чему, кроме души своей, не привязываться мыслью и своею. Упражняйся же во внутреннем делании, да и в рассуждении самых дел. Упражняйся в тех именно, в которых особенно находим близким к себе определенные ощущения, утверждающие нас в добром настроении. Во всяком разумном естестве без числа бывают перемены, и с каждым человеком и же частно происходят изменения. Рассудительный может умудриться в его разумении и этого, производя испытания над собою, если будет трезвиться и наблюдать за собой в уме своем, то легко дознает, какое и когда изменение принимает мысль его, и как внезапно из мирного состояния приходят смущения и по каким причинам. Об этом и святой Макарий написал в наставлении братьям, чтобы во время изменения в противной не впадали в отчаяние, потому что и стоящими на степени чистоты, как с воздухом охлаждения приключается всегда не спадение из лучшего худшего состояния, между тем, как нет в них нерадения или послабления в себе. Напротив же того, даже когда соблюдают они чин свой, случаются с ними подобные не спадения, противные намерения собственной воли. Тоже утверждает и блаженный Марк, говоря, изменения в каждом бывают как в воздухе. В каждом, то есть не в низших только и в худших, но и в совершенных. Как в природе бывает холод и вскоре потом зной. Так же град и немного спустя ведра, так бывает и в нашем упражнении, то брань, то помощь от благодати. Иногда душа бывает в обуревании и восстают на нее жестокие волны и снова происходят изменения, потому что посвящает благодать и наполняет сердце человека радостью и миром от Бога целомудренными и мирными помыслами. Итак, когда обуреваем бываешь, не отчаивайся и когда бываешь миром осеняем, не превозносись. Напротив того рассмотри лучше в себе нечистые помыслы и те неблагоприличные образы, какие утвердились в уме твоем во время обуревания в час смятения и беспорядочности помыслов, подумая о том, с какой скоростью уклонился ты из страсти и беседовал с ними во мрачении ума и зная, что все это к смирению нашему навел на нас Божий промысл, который о каждом из нас промышляет и устрояет что кому полезно. 100 святого Исаака Сириана подвижническое наставление второй том добротолюбия страница 677 Смирение и без подвигов многие прегрешения делает простительными. Без смирения же и подвиги бесполезны, даже уготовляет нам много худого. Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели. Для приобретения его потребно непрестанно печалиться мыслью с уничижением и рассудительным болезнованием. И если приобретем его, то оно соделает нас сынами Божьими. Господь наш опору нашей немощи указал в молитве, говоря, пробудитесь, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитесь и будьте неленивы во всякое время бодрствуя и молясь. Просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворится вам. Всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему открывает. Особенно же подтвердил он это слово свое. И к большей рачительности подвиг нас притчей о друге, который в полность пришел другу своему и просил у него хлеба. Господь говорит истинно говорю вам, если не даст ему по дружбе, то за неотступность его, став, подаст ему, сколько он требует. И вы молитесь и не будьте неродивы. Какое несказанное побуждение но и по причине тонкости непостижимости того, что всегда с нами встречается, и не объемлится ведением ума нашего в тех состояниях, в каких нередко находимся непроизвольно. ибо хотя мысли весьма твердые и прилеплены к добру, однако же промысл его неоднократно оставляет нас в пределе искушений и ввергает воное, как сказал блаженный Павел, дай мне пакостник плоти. Мир сей есть состязание и поприще для состязаний. Время это есть время борьбы. А во время борьбы и во время состязания закона не полагается. То есть царь не полагает воинам своим предела, пока не будет кончено состязание и всякий человек приведен к дверям царя царствующих. И там испытан будет одержали состязание и победу или обратил хребет свой. Тут один закон бодрствовать и противостоять. Не будем же не родить о молитве и не поленимся просить помощи у Господа без коего не можем творить ничего же ему благоугодного. Твердо будем держать в мысли, что пока мы в мире всем и остального плоти, хотя бы вознеслись до небесного свода, не можем оставаться без дела и труда и быть без печения. Совершенство этого поприща заключается в следующем. в покаяние чистоте и в усовершении себя. Покаявшийся вступает в борьбу со страстями и борется, пока очистится от них сердце. Очищение сердца предел борьбы и дверь в область совершенства. 105. Некто был спрошен что есть покаяние и ответил оставление прежнего и печаль о нем также сердце сокрушенное и смиренное. Еще был спрошен как может человек приобрести смирение и сказал непрестанным памятованием своих прегрешений и близости смерти бедным одеянием тем чтобы во всякое время предпочитать последнее место и во всяком случае охотно принимать на себя дела самые последние и уничиженные не быть непослушным сохранять молчание не любить ходить в собрания желать оставаться неизвестным и ни во что не избираемым не удерживать никакой вещи в полном собственном распоряжении ненавидеть беседу со многими лицами не любить прибытков и сверх этого умом своим быть выше того чтобы как-нибудь как-нибудь есть порицать и обвинять всякого человека и выше зависти не быть таким человеком которого руки были бы на всех и на котором были бы руки всех но одному в уединении заниматься своим делом и не брать на себя попечения о чем-либо в мире кроме себя самого короче сказать странническая жизнь не считая пребывания в уединении вот от чего рождается смирение и ощущается сердце признак достигших совершенства таков если десятикратно в день преданные будут на сожжение за любовь к ближним то не удовлетворяться этим как показали моисей и блаженный павел римлянам 32 32 исход 32 32 римлянам 9 3 и прочие апостолы бог сына своего придал на крестную смерть по любви к твари а если бы у него было что более драгоценное и то дал бы нам чтобы этим приобрести себе род наш подражая этому и все святые стремясь к совершенству домогается уподобиться богу совершенством любви к ближнему никто не может зайти на степень этой любви если не восчувствует втайне надежды своей не могут приобрести любви к человекам те которые любят этот мир когда приобретет кто любовь вместе с любовью облекается самого бога а тому кто стяжал бога необходимо не только не соглашаться на приобретение с ним чего-либо иного но и совлечься тело своего если же любовью к миру облечется кто в этом мире и в эту жизнь в этот мир то не облечется он с бога пока не оставит этого ибо сам бог засвидетельствовал это говоря если кто не оставит этого и не возненавидит душу свою не может быть моим учеником лука 14 26 должно не только оставить но и возненавидеть это почему свое шествие думают что шествие их совершается как по воздуху а не человеческими идут они стопами потому что невидимая ими трудность пути перед ними нет холмов и потоков и бывает им острые по пути гладкие исход 44 стих внимание их обращено в лоно отца их и самая надежда как бы перстом в каждое мгновение указывает им отделенное отдаленное и невидимое зримое однако сокровенным оком веры и желанием этого отдаленного как бы огнем разжигает все части души туда простирается все устремления их помыслов и туда всегда поспешествуют они достигнуть так надежда разжигает их как огнем и не могут они дать себе отдых о стремительном и непрестанном течении совершаемом с радостью 110 бесстрастие не в том одном состоит чтобы не ощущать страстей но и в том чтобы не принимать их в себя вследствие многих и различных добродетелей явных и сокровенных приобретенных святыми страсти изнемогли в них и нелегко могут восстать на душу и ум их не имеет нужды и непрестанно быть в рассуждении их внимательным потому что во всякое время исполнен мыслями какие с сознанием возбуждаются в разуме и помышлениям и беседы о превосходнейших нравах и как скоро начинает возбуждаться страсть и ум внезапно восхищается от сближения с ними каким-то уразумением проникшим в ум и страсти как сказал блаженный Марк остаются в них как бы праздными ум по благодати Божией исполняя добродетельные деяния и приблизившись к ведению мало ощущает того что составляет худую и неразумную часть души ибо ведение восхищает его высоту и отчуждает от всего что в мире и по причине непорочности святых и тонкости удовоподвижности и остроте ума их а также по причине их подвига ощущается ум их и оказывается просветленным по сухости их плоти и вследствие обучения и безмолвия и продолжительного пребывания вонам легко и скоро дается каждое внутреннее созерцание и возымление приводит их к созерцаемым при этом обыкновенно изобилуют они созерцаниями и ум их никогда не имеет недостатка в предметах разумения и никогда не бывает они без того что производит в них плод духа долговременным навыком изглаждаются в сердце их воспоминания которыми возбуждается сердце страсти и ослабляется сила дьявольской власти ибо когда душа не дружится со страстями по мышлениям о них тогда поскольку непрестанно занята на другое заботаю сила страстей не может в когтях своих удержать духовных чувств ее как самомнение уносит душу и дает ей свободу парить в облаках своих помыслов и кружиться по всей твари так смирение собирает душу воедино безмолвием и сосредотачивается она в себе самой как душа внутри тела сокрыта от зрения и от общения со всеми людьми так и истинно смиренно мудрый человек не только не желает быть видим и знаем людьми но даже такова его воля погрузиться от себя самого в себя сделаться ничем нечем как бы не существующим не пришедшим еще в бытие и пока таковой человек бывает сокровен заключен в себе и отлучен от мира всецело пребывает он у своего владыки смиренно мудрый никогда не останавливается посмотреть на собрание народное стечение волнения шум разгул не обращает внимания на слова беседы клики рассеяние чувств ему желательно не то чтобы иметь у себя многое и быть в непрестанных делах но чтобы во всякое время быть свободным не иметь забот чтобы помыслы его не исходили вне его ибо уверен он что если вдается во многое вдастся то невозможно прибыть без смущения помыслов потому что при многих делах бывает много забот и сборище помыслов многосложных а через это отвязается дверь страстям удаляется тишина рассудительности и заключается дверь мира поэтому смиренно мудрый охраняет себя от всего многого и через это во всякое время бывает в тишине в покое в мире в скромности в благоговении смиренно мудрым никогда не бывает поспешности торопливости смущения горячих и легких мыслей но во всякое время пребывает он в покое ничего нет что могло бы его изумить смутить привесть в ужас потому что ни в печалях не ужасается он и не изменяется ни в веселье не приходит в удивление и не ширится но все его веселье и радование о том что угодно владыке его 115 смиренно мудрый не смеет и богу помолиться или просить чего-либо и не знает о чем молиться но только молчит всеми своими чувствами ожидая одной милости и того изволения какое язык о нем от лица достопоклоняемого величия когда преклоняет он лицо свое на землю и внутреннее зрение сердца его вознесено к вратам во святой и святых где тот кое в оселении мрак перед кем снижаются очи серафимов и осмеливается только так говорить и молиться по воле твоей господи добудет со мною ходи перед богом в простоте а не в мудровании ума за простотой следует вера а за утонченностью и изворотливостью мудрования самомнение за самомнением же удаление от бога когда предстанешь в молитве перед богом сделайся в помысле своем как бы немодствующим младенцем не говори пред богом чего-либо от знания но мыслями младенческими приближайся к нему и ходи перед ним чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления какое осы имеет о детях своих младенцах сказано хранит младенцев господь не только сих малых телом но и тех мудрых в мире которые оставив видение свою волю и свою уподобие с младенцем и стали учиться аоной вседовлеющей премудрости которая не достигается трудами обучения книжного проси у Бога чтобы он дал тебе прийти в меру сей веры об этом молись неленостно этого и спрашивай с горячностью об этом умоляй с великим мрачением пока не получишь сподобишься же этого ежели прежде с верой понудишь себя попечения свое возвергнуть на Бога и свою попечительность заменить его промышлением и когда Бог усмотрит тебе эту волю что со всей чистой мыслью верился ты самому Богу более нежели самому себе и понудил себя уповать на Бога более нежели на душу свою тогда селится в тебя та недоведомая сила и ощутительно почувствуешь ты что с тобой несомненно сила та сила которую ощутив в себе многие идут в огонь и не боятся и ходя по водам не колеблется в помысли своем опасениям что потонут не кажется ли тебе что всячески это духовное ведение может иной приять ведением душевным не только невозможно всем душевным ведением приять оно и духовное но даже нет возможности ощутить его и чувством кому-либо из ревностно упражняющихся в ведении душевном если который из них желает приблизиться к иному духовному ведению то пока не отрекутся от этого душевного и от всяких изворотов его тонкости и многосложных его способов и не поставит себя во младенческий образ мыслей да то ли не возмогут приблизиться хотя мало к ведению духовному напротив того великим приспятствием бывает для них навык и понятие душевного ведения пока не изгладят этого мало по малу то духовное ведение просто и не просеивает в помыслах душевных пока разум не освободится от помыслов многих и не придет в единую простоту чистоты да то ли невозможно ощутить духовного ведения если ты однажды верил себя Господу вседовлеющему для охранения твоего и смотрения о тебе то не забудься опять о чем-либо таковом но скажи душе своей но всякое дело достаточно для меня того кому единожды предал я душу свою меня здесь нет он это знает тогда на деле увидишь чудеса Божии увидишь как во всякое время Бог близок чтобы избавлять боящихся его и как его промысла окружает хотя и не видим но потому что не видим телесными очами хранитель пребывающий с тобой не должен ты сомневаться о нем будто бы его нет ибо нередко открывается он и телесным очам чтобы тебе благодуши стулать 120 как скоро человек отринет от себя всякую видимую помощь человеческую надежду и с верой и чистым сердцем пойдет вслед Богу тотчас последует за ним благодать и открывает ему силу свою в различных вспоможениях сперва открывает в этом видимом касающемся тело и оказывает ему помощь промышлением о нем чтобы в этом всего более мог он восчувствовать силу о нем Божия промысла уразумением же помощи в явном уверяется он в помощи в сокровенном в рассуждении коего благодать открывает перед ним хитросплетение мыслей и помыслов трудных вследствие чего легко сыскивается человек человеком значение их взаимная их связь и прелесть их и как они рождаются один от другого и губят душу демократ и демократ